Как будет развиваться сфера высоких технологий? Какие инновационные проекты придут на вооружение? Об этом шла речь на совещании с руководителями ведущих IT-компаний. Провел его заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Марк Шмулевич. Сегодня же он встретился с главой Чуваши. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Доброго дня! Приветствую вас, Чувашская земля! Спасибо большое! Ради поблагодарить, что приехали. На самом деле, такой хороший, прекрасный, морозный, солнечный день. С порога заместитель федерального министра признался, что успел осмотреть столицу Чуваши из-за окна автомобиля. Утренний город Марка Шмулевича впечатлил. Но по дороге в Дом правительства чиновник обратил внимание на другую интересную деталь. В Чебоксарах действует множество профильных лицеев и гимназий. Похоже, молодежи есть где развернуться. На добрые слова в адрес молодежи не поскупился и глава региона. Их креативные проекты не раз признавали лучшими по всей стране. Не отстают от молодых людей и пожилые, которые тоже активно постигают азы компьютерной грамотности. В республике для них даже создались специальные курсы. И старый млад скоро почувствует всю прелесть высокоскоростного интернета. В стране началась масштабная реформа отрасли связи и информатизации. Закон был подписан на днях. Теперь все населенные пункты, из которых не менее чем 250 человек проживают, до 10 тысяч будут подключены к волоконно-оптическим сетям. Я считаю, вкупе с тем, что вы уже рассказали, это ваши компактные республики обеспечат уже всю основу, всю инфраструктуру для развития. Качественной связью должна быть обеспечена и каждая школа республики. Министерство образования на инновации смотрит по-своему. Это вот современные совместные уроки, видеоуроки совместно с московскими школами и ведущими специалистами в области образования ведущих школ Российской Федерации. Ставку правительство делает и на поддержку IT-компаний. В этой сфере Чувашия сделала огромный рывок. В республике создали систему электронного правительства. Налажена сеть высокоскоростного мобильного интернета. Зарекомендовали себя и порталы, которые занимают лидирующие места в рейтингах. Отметили на совещании ведущие вузы, которые кают специалистов для IT-отрасли. У нас нет природных ресурсов, нет газа, золота, алмазов. Поэтому все усилия направлены на развитие технологий, инноваций и человека. Обсудили на совещании, как дальше правительство намерено поддерживать сферу IT. Необходимо привлекать квалифицированных специалистов. Немаловажен и спрос на инновационные разработки. В регионах страны продумывают механизмы для экономической выгоды IT-компании. И снижают налоги на прибыль. Получается, что для типовой IT-компании, которая дробится, это все мы считали, вместе с регионами экономический стимул дробиться пропадает. Прорабатываются и другие варианты поддержки отрасли. В итоге все это должно привести к увеличению количества инновационных проектов. Андрей Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.